Я, честно говорю, я хотел встретиться с Хоэсо Бертоном, это вот двухметровый, он фаворит считается, и со Стивен Уордом. Именно я и хотел с ними встретиться, и так и получилось, что Стивен Уорд, вот это да, он достал шарик и выбрал сразу меня. Но, понятное дело, у меня там сколько, пять поражений, вообще непонятно кто, с Латвии, да, грубо говоря, кто такой он там, 25-й или когда я там был до этого боя, там, 25-й в мире. Ну, понятное дело, там, ему сказали, выбирай его, заберем его, там, эти звезды, там, этот рекорд и все. Ну, и вот, да, вот с этой, как бы, с этой темой он, конечно, меня и выбрал. Мне было только в кайф. Вот сейчас получается, что мы выиграли, у нас четыре человека, там, немец, два местных и я. И пусть меня не верит никто, но я готов поспорить судьбой. В сотый раз, как и сто раз, до этих старт, земля закрутится, как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. И вот, вот сердце рванет, и мой последний полет, меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Главный старт, твой самый главный старт, победа близка. И пусть меня не верит никто, но я готов поспорить судьбой. В сотый раз, как и сто раз, до этих старт, земля закрутится, как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. И вот, вот сердце рванет, и мой последний полет, меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Главный старт, ты пустишь честь, без страх, есть смысл рисковать. Победа близка. Вмягченный, обреченный, темный квартал, черный квадрат, безнадега, подпишется, очередной жертвой контракт. Криминал и чернух, как прайм-тайм, все против тебя, и твой страх шепчет, проиграем. Ты ровный бацик, и не привык сдаваться, но твои мы в ротации в полицейских разы, как-то так, но. Мутки на районе, фрилансер, такая вот картина маслом, и ты судьбой решил затеять опасный сбор. Это все твердят, спорить судьбой, это опасный сбор. Вокруг так много равнодушных зрителей, но ты пришел сюда, чтобы уйти победителем. Сколько было потопленных кораблей и срубленных в матч, но этот маленький мальчик на самом деле выпал и палать. Район скажет, его не спасти, словно равнодушный врач, но он здесь, чтобы выиграть свой самый главный матч. И пусть меня не верит никто, но я готов поспорить судьбой, в сотый раз, как и сто раз, до этих старт. Земля закрутится, как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. Субтитры создавал DimaTorzok За первые места готовы потеть, все их ухмылки не могут задеть. Страх это дикий лес, но в твоих жилах воля, как хлесткая плеть. Они почти вычеркнули тебя из списка живых. Просто вернись и заставь уважать себя. Сделай так, чтобы каждый из них убавил звука прийти. Их пусть от одного твоего взгляда дрожит земля. Теперь ты армия в одном теле, набор правил. Идешь к цели, ритм задает таймер. Помаши рукой, скажи критикам чао. После выйди и закончи нокаутом этот раунд. Субтитры создавал DimaTorzok Как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. Его плацент сорванет, и мой последний полет. Меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Главный старт, и пусть исчезнет страх. Есть смысл искать, победа близко. На кону турнира контракт с МТК Глобал на... Я не помню, на сколько. На 2 года, по-моему, или сколько там. Они обещают 5-6 боев. С какими-то гонорарами большими, да. Они с тобой подписывают, если ты попадаешь в тройку. Да, с любым... Ну, там, первое, второе, третье место, если ты попадаешь, то, что они с тобой подписывают контракт. Контракт, вот, да, на 5-6 боев. Да, это круто, это обалденно, это престижно. Это такая Глобал, это Лондон, это Англия, это, не знаю, Тайсон Фьюри, это Джошуа, там, Великобритания. Да, ну, как бы это все. Это большие арены, это много зрителей, другие гонорары, понятное дело, заграниченные. Честно, я не говорю, не думаю про именно этот какой-то денежный, там, что-то, да, этот контракт. Мне неинтересно именно выиграть, именно показать, именно что... Просто мне что не нравится, что мне не понравилось, но меня и заводят. Они на пресс-конференции, там, половина из боксеров все сидели, говорили, это мой турнир, я чемпион, это вообще все под меня. Я одному там ответил, говорю, ты ошибаешься, друг мой. И потом в субботу после боя я ему сказал, я же сказал, что ты ошибаешься, что не ты тут такой, самый крутой. Те, кто разбирается в боксе, бокс-рек это не главное. Главное это вот рейтинг под каждым поясом. Это больше, престижнее и круче. Ну, наверное, круто, наверное, может быть, я стал дороже, я не знаю, честно. Я об этом, на этом не зацикливаюсь, да, тренеру приятно, команде приятно. По поводу моего никнейма Леон, Лев, да, у меня здесь написано львиное сердце. Вот эта татуировка, это первая вообще татуировка, которая у меня на теле, ее подарила моя жена, мне, подарила как? У меня было до рождения, после боя там как-то получилось, она говорит, поехали у меня сюрприз для тебя. Я говорю, ну что там, потратилось денег, не надо было. Поехали, поехали, поехали. Я говорю, ну что? Она говорит, так, слушай, плавки возьми с собой. Я говорю, какие плавки? Какой-то мне повезло там в Акваландию куда-то, в детскую, говоришь, туда. Но она пыталась как-то мой мозг затруманить. Приехали, она говорит, выходи. Так, там что-то позвонилось, говорит, так, вот сюда вот подъезд, мы поднимаемся наверх, я вижу там парень, который делает татуировки, я его уже знал. Я говорю, что серьезно, что ли? Она говорит, ну конечно, ты все хочешь, 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 а собраться не можешь. Ну и вот, и да, мы приехали, и я сделал, она сделала подарок, эту первую татуировку, лев. Почему лев? Я родился, вообще, 5200. Я весил, был настолько большой, в этом, как называется, в койке, да, был настолько огромен, и как-то еще не выбрали имя, мне родители записывали имена на бумажку и кидали на меня. Какая бумажка останется на мне, так меня и назовут. Ну мне кажется, я не знаю, я не рассказываю, какие были имена, слава богу. И мама написала Ричард. Почему Ричард? Потому что, я когда рождался, да, я умер, и благодаря сердцу я выжил. Да, у меня была какая-то, я не помню, доскональную историю, мама там все как-то пыталась рассказывать. Я умер, и именно благодаря сердцу я выжил. Вот, у меня потом какое-то время, мне сказали, что я вообще ходить не буду, у меня мама там несколько месяцев массила с утра до вечера мне ноги, вот именно из-за этой ситуации, да. и вот мать из-за сердца, что благодаря сердцу я выжил, а она и назвала вот Ричард, написала на бумажке. И вот как надо, реально эта бумажка и осталась на мне. Его так и назвали, Ричардом, львиное сердце. Так вот как-то и пошел. Как-то вначале я не особо как-то это не понимал, а с годами мне потом начали говорить знакомые, говорит, ну настоящий лев. у меня есть сердце, я надеюсь, что люди, которые вокруг меня знают, что очень добрый, очень добрый, отзывчивый человек, да, и когда у меня оно иронимо, когда я смотрю всякие фильмы, я буду поплакать, да, когда про жену рассказываю, у меня и слеза может навернуться, да, вот. Ну и как-то вот так, такая история вот про лева, ну и потом как-то с боксом это вообще получилось очень круто. Дальше. Леон, Леон, Леон. Леон.